Здравствуйте, уважаемые друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова к нам в студию, выбрали время. Первый мой вопрос будет таким. Вы постоянные активные участники докладчики украинских и международных конференций по актуальным вопросам от ларингологии и пластической хирургии. Вы регулярно стажируетесь, проходите стажировку в ведущих мировых клиниках МИР. Дмитрий Николаевич, вы относительно недавно были в Германии и в Польше. Скажите, как выглядят лор-отделения в европейских клиниках? Что хорошо, а что неприемлемо для украинских реалий? Я думаю, что нужно сказать, что я как раз недавно был в Польше и сейчас снова собираюсь на стажировку в ту же клинику, которая была в прошлом году в Германии. Нужно опять же сказать, что на Западе, если можно так сказать, не существует лор-отделения, не существует отделение пухолей головы и шеи. Поэтому то, чего мы сейчас добились в клинике, это формирование полноценной лор-службы, которая занимается заболеванием только уха, горла и носа, а и заболеваниями головы и шеи, в том числе и апухолями головы и шеи. Что касается состояния лор-отделений или тоже лор-службы на Западе, и то преимущество, которое есть в нашей клинике, это наличие высококачественного, высокоточного оборудования, которое позволяет поставить максимально точный диагноз и операцию сделать минимально травматичной и более функциональной. Ну скажите, вот структурно в Виртусе, в клинике Виртус существует лор-отделение как поликлиническое направление, так и хирургическое? Существует два консультативных кабинета, существует хирургийский стационар с операционными, в том числе помимо меня, Александра Игоревича, у нас в клинике консультирует еще сурдолог, челюстно-лицевой хирург и специалист по пухолям головы и шеи. У нас есть сюжет, давайте его посмотрим. Заболевания лор-органов очень разнообразны и в абсолютном большинстве случаев требуют незамедлительного квалифицированного лечения у соответствующего специалиста. Именно лор-врачи могут своевременно выяснить причины болезни и поставить правильный диагноз, назначить необходимое лекарственное, физиотерапевтическое, либо при наличии показаний хирургическое лечение. Кроме того, отоларингология занимается лечением большой группы заболеваний, включающей в себя нарушения координации, равновесия и слуха. Опасность многих заболеваний лор-органов заключается в том, что при неправильном или несвоевременном лечении они быстро переходят в хроническую стадию. А это таит в себе опасность серьезных осложнений, способных привести даже к стойкой инвалидности. Причиной таких хронических воспалений могут стать частые переохлаждения, ослабление иммунитета и другие факторы, в том числе травматические повреждения уха, горла и носа, связанные, как правило, с приобретенной либо врожденной деформацией лицевого скелета. Своевременное обращение к врачу очень важно еще и потому, что лор-заболевания часто связаны с другими сопутствующими заболеваниями. Например, такие симптомы, как головокружение и шум в ушах, часто зависят от патологии шейного отдела позвоночника, поскольку участки нервной и кровеносной систем, обеспечивающих работу лор-органов, находятся именно здесь. Сейчас такой период, когда возрастают заболевания УРВИ и другие заболевания. Особым предметом беспокойства стал новый штамм вируса. Скажите, в каком случае лучше пересидеть дома, а в каком случае обязательно надо пройти доктору, пройти консультацию, чтобы не упустить то важное время? Ну, это при условии, что мы заболели, да? А то пересидеть дома можно просто пересидеть дома. Давайте так. Когда мы заболели, основные признаки заболевания мы все знаем. Повышение температуры тела, недомогание, общая слабость, головокружение. И, собственно, самая высокая температура должна насторожить. А также, кроме этого всего, что касается нашей специальности, нужно обратить внимание на слух, снижение слуха. И не только, что касается заложенности в ушах, потому что заложенность в ушах — это нормальный симптом при обычном насморке. А нужно обратить внимание на шум, писк, звон в ушах. А особенно, если это происходит с одним ухом, тогда обязательно нужна консультация лор-врача, потому что данная ситуация может закончиться очень и очень плачевно, если не вовремя обратиться. А именно, потери слуха касательно потери слухового нерва. Скажите, вот шмыгающий нос для большинства стал одним из симптомов и синонимов детства, скажем так. А, к сожалению, так часто случается, что ребёнок ходит с насморком. Насморк — это отдельная болезнь или это всё-таки следствие определённого заболевания? Ну, насморк. Насморк — это спутник наш по жизни в лор-органах. Это первый признак того, что у нас раздражена слизистая. Есть раздражитель, и не всегда этот раздражитель — инфекция. Это может быть и аллергическая реакция организма на аллерген. А также это признак того, что у нас есть проблема с носовым дыханием не только на момент заболевания отёчности в носу. Это, возможно, в носу такие образования, как полипы или гребень, шип носовой перегородки, которые тоже могут касаться близлежащих анатомических образований в носу, именно раковин, и тем самым вызывать сопли течения, ринарею. Ну вот я понимаю, что правильно поставленный диагноз — это залог успешного, собственно, лечения. Вот Вы назвали такое большое количество вероятных заболеваний, всего лишь при этом сказав, что следствие насморк является этих заболеваний. Признак. Просто один из признаков. Какая возможна диагностика для того, чтобы точно определить, с чем связан этот насморк у ребёнка? Ну, самый первый и простой — это провести эндоскопию носа, тем самым оценить состояние носового дыхания в целом, а также не упустить проблемы возможные, проблемы носоглотки, а именно увеличенные аденоидные вегетации, и мешают ли они нам жить, слышать, дышать. Одной из причин ухудшения носового дыхания также являются аденоиды. Убирать их или не убирать? Удалять их или не удалять? Что нового появилось в отоларингологии? Ну, давайте я расскажу по поводу того, что удалять или не удалять. А Дмитрий Николаевич расскажет по поводу новых методов. Давайте начнём с того, что аденоиды — это норма у всех деток, и они должны быть у всех до полового созревания. И в частности встречаются и у взрослых людей тоже аденоидные вегетации, которые ранее не были удалены в детстве. Кроме этого всего, если аденоиды нам создают проблему, а первое — это с носовым дыханием, может проявляться в виде храпа. Родители это могут услышать, когда ребёнок спит. А более важным признаком того, что их нужно удалять, это осложнение, которое они дают на среднее ухо. А закрывая с собой устья слуховой трубы и встахивая трубы, провоцируя секреторные отиты, адгезивные отиты и им подобные проблемы с ушами. Поэтому их лучше убирать хирургическим путём. А как именно, Дмитрий Николаевич? Дмитрий Николаевич, расскажите, что появилось нового в отоларингологии? Значит, нового. То есть, суть операции остаётся прежней по удалению одноидов. То есть, это удаление избыточно разрушившейся носоволочной миндалины. Действительно, что касается того, что говорил Александр Игоревич, я считаю, нужно заострить внимание на том, что все лорорганы, по сути, это очень длинные трубки, туннели, а спреть, которые можно только с краю. Аденоиды находятся в самом конце полости носа. Поэтому оценить то, как они соотносятся с устьями истахивой трубы, которые являются началом среднего уха, и как они соотносятся с выходами из полости носа, то есть, насколько они затрудняют носовое дыхание, можно только при эндоскопическом осмотре. Что касается методов удаления в клинике, в частности, у нас в клинике используется только удаление под общей анестезией, то есть, ребенок обезболен, он, скажем, не помнит, что с ним произошло. Как правило, кроме небольшого удивления и расстройства от того, что ребенок просыпается в незнакомом месте, никаких более неприятных ощущений не остается. Что касается удаления, удаление тоже происходит под эндоскопическим контролем, то есть, мы видим операционное поле, причем видим его не непосредственно смотря глазом, а на большом экране, потому что операционное поле в самом по себе очень маленькое, это носоглотка ребенка, она очень небольшая, удаляемое при помощи шейвера или микродебрайдера. По сути, это как блендер с пылесосом. Перемью с его в том, что он измельчает ткань удаляемую, и сразу же ее аспирирует из поля зрения. Более щадящая и продвинутая сейчас методика, которая в частности у нас в клинике применяется, это использование холодно-плазмной каблации. Преимущество этой методики в том, что операция проходит бескровно. То есть ткань при температуре 60 градусов, что очень важно, потому что при использовании лазера в частности, температура, момент включения лазера порядка 600 градусов. Поэтому на таком небольшом операционном поле важно, чтобы не было, скажем так, избыточного ожога. Поэтому каблация дает возможность удалить тот же аденоид, или в частности миндалины, максимально быстро, безболезненно, и что очень важно для маленького пациента, бескровно. Вы знаете, очень многие, кто, наверное, проходил процедуру с использованием лазера, операцию, они знают, что существует отечность. Есть ли при таком методе отечность? Отечность в любом случае есть, потому что любая травма сопровождается явлением отека. Но в этом случае отек, чем больше микротравмы окружающих тканей, тем, соответственно, отек будет больше, исходить будет меньше. Поэтому если мы говорим о таких операциях, как аденатомия, либо тонзилэктомия, когда потенциально раневая поверхность достаточно большая, то предпочтительно использовать холодноплазмный каблатор, потому что он не травмирует окружающие ткани, прижигает сосуды в момент разреза, ну и заживление, соответственно, быстрее. Лазер в клинике тоже используется, но для совершенно конкретных ситуаций. В частности, вот, например, при работе с голосовыми складками, когда операционное поле очень маленькое, и, скажем, нужно максимально точно удалить образование на голосовой складке, не повредив окружающие структуры. Ну вот мы заговорили с вами о носовом дыхании, затронули такой вот вопрос. Клиника Виртус — это институт пластической хирургии Виртус. И многие люди к вам приходят, в том числе с такой задачей, когда хотят изменить форму носа. Я знаю пациентов, ряд пациентов, которые говорят, что мы вот уже готовы и хотим поговорить только с пластическим хирургом, но при этом забывают о врачах-отоларингологах. Скажите, для чего обязательно нужен такая вот консультация нужна? Начнем с того, что без осмотра лор-врача успех этой операции будет не совсем соответствовать желанию пациента. Почему? Во-первых, мы можем получить некачественное носовое дыхание после операции перенесенной. Также форма носа не всегда будет, скажем, доступна хирургу для осмотра пластическому, если не учитывать структуры внутреннего носа. В частности, это носовой клапан внутренний и наружный. Без осмотра лор-врача я бы не рекомендовал проводить данного рода операции даже в пользу того, что по факту можем получить действительно ухудшение носового дыхания. Обязательно нужно провести определенные измерения носового дыхания. Это риномонометрия, это эндоскопия носа. И только после этого и вместе обсудить с пластическим хирургом дальнейший план операции именно конкретно этого пациента. Не общий план, что мы делаем, а также форму носа. Поэтому в данном случае эта операция только вместе, рядом, плечо к плечу. И тогда будет успех операции однозначно. Не только будет красивый носик, но и восстановлено носовое дыхание и не пострадает во время самой операции по изменению наружного носа. Такой алгоритм нужен в том числе, когда идет и работа с травмированным носом, и когда просто эстетическое улучшение происходит. Да, абсолютно верно. У нас есть фотографии. Я попрошу вас прокомментировать. Покажите, пожалуйста, фотографии, чтобы у этого была возможность. Ну, как вы видите, тут было изменение наружного форма носа. А это у нас картинка изнутри. Что мы видим, что было до и стало после. Абсолютно разные носовые ходы. И вот снова наружный нос, до и после. И картинка внутри. Как вы понимаете, что то, что выглядит снаружи, это только так, вершинка айсберга. А внутри у нас две трети носа еще. И вот яркий пример тоже. Искривление носовой перегородки, до и после. Абсолютно разные формы носового дыхания, ну и носа. Скажите, есть ли какие-то ограничения со стороны лор-врача к операции пластической, вот с изменением формы носа? Ну, ограничений, я не могу сказать, что это… Я имею в виду возрастных ограничений, я не уточнила. Возрастных ограничений, как таковых, нет. То есть, если семья пришла к выводу, что готовы ребенку изменить форму носа, чтобы улучшить, ну, то есть, это 17 лет, 16, 20. С какого возраста? Я бы рекомендовал вопрос немножко, давайте мы его перефразируем. Потому что если мы касаемся только проблемы наружного носа, то лучше, конечно, дождаться совершеннолетия. А что касается функции носового дыхания, тут вопрос сам собой и ответ… Промедление может быть в некоторых случаях даже и опасно. Когда у нас нарушено носовое дыхание, его лучше восстановить сразу. И не затягивать до тяжелых состояний. Это гаймориты, фронтиты, осложненные иотиты. Все возможные осложнения от невозможности носового дыхания, а не на лицо. Это и частота респираторных заболеваний, потому что нос не дышит, рот открыт, и никакой фильтрации воздуха, ни увлажнений, ни согревания воздуха. Обязательно нужно коррегировать носовое дыхание. А касательно наружного носа, ну, можем подождать немножко. Дмитрий Николаевич, мы тут заговорились за детей, мы заговорились о носе. Скажите, как часто приходится извлекать инородные предметы из носа? Ну, сезонной статистики никакой нету. Дело только в разнообразии того, что извлекаются из верхних дыхательных путей, в частности, из ушей, из наружного слухового прохода. Как правило, такие пациенты дети, встречаются и взрослые. Здесь, может быть, все что угодно, начиная от монеток, заканчивая насекомыми, причем в некоторых случаях даже живыми. То есть, возможно, скажите, как это происходит? Ну, вот почему-то кажется, что какие-то инструменты очень большие помещаются в нос. Развейте или, наоборот, усугубите эмоциональное настроение этой темы. Усугублять не нужно, но, действительно, например, что касается полости носа, часто дети засовывают что-нибудь интересное именно туда, и подходящее по размеру. И, как правило, это что-то интересное, в частности, монетки, орешки, гусинки или кубики от Лего. Они попадают очень глубоко в полость носа, поэтому ребенка это беспокоит. Травмированное слизистая болит, кровит, но, действительно, скажем, родители даже при осмотре предварительном, скажем, ничего не могут увидеть. То есть, как и любой эндоскопический осмотр, он проводится под местной анестезией, то есть, слизистая обезболивается, но эндоскопический осмотр, опять же, то есть, введение этой маленькой камеры в нос дает возможность увидеть место, где находится это инородное тело. Соответственно, и удаление будет тоже минимально травматичным. На что должны, в первую очередь, отреагировать родители и обратить внимание? Понятно, что мелкие предметы уследить невозможно, там есть или нет. Но у ребенка начинается боли, он жалуется, что у него боли в носу. Или, ну вот, посмотрели в носик, носик сверху… Как правило, это внезапное затруднение носового дыхания только с одной стороны полости носа. Дети редко засовывают что-то новое в обе на сдре сразу. Поэтому это вот резкое снижение носового дыхания с одной из сторон. Это цукровичное выделение, кровотечение из полости носа. Ну, отсутствие этого инородного предмета там, где он до этого был. У нас есть еще один сюжет, давайте его посмотрим. На сегодняшний день в клинике пластической и эстетической хирургии «Виртус» используются новейшие объективные методы диагностики, позволяющие точно установить диагноз, что является важным слагаемым успешного лечения и выздоровления пациентов с различными заболеваниями лор-органов. На основании точного диагноза и назначается эффективное лечение. Сегодня «Виртус» располагает всем необходимым для успешного лечения лор-патологий, в том числе и такими инновационными достижениями, как клеточные технологии, благодаря которым возможно восстановление слуха, омоложение голоса и другая помощь. В клинике успешно справляются с вазомоторным, гипертрофическим и аллергическим ренитом, полипозом носа, воспалительными заболеваниями придаточных пазух носа, удалением кист и инородных тел придаточных пазух носа, атитами. Также проводится коррекция слуха и восстановление слуха с помощью регенеративных технологий. Лечит хронический танзелит и даже храб. При необходимости проведения оперативного лечения применяется новейшее эндоскопическое оборудование и лазерные установки последнего поколения, которые в сочетании с высоким профессионализмом врачей позволяют на самом высоком современном уровне провести оперативное лечение и существенно сократить сроки реабилитации. Однако стоит отметить, что грамотно подобранное и своевременно проведенное консервативное лечение нередко помогает избежать операции, а регулярная современная диагностика позволяет обнаружить даже онкологические процессы на ранней стадии, а значит провести своевременное лечение. К сожалению, частым явлением в нашей повседневной жизни является попадание в лор органы и народных тел. В особенности это касается маленьких пациентов. При этом следует безотлагательно обратиться к врачу. Специалисты клиники практически ежедневно извлекают из носовых пазух и ушных раковин детали конструктора лего, кнопки от пультов, бусинки, монетки и даже насекомых, а также многие другие мелкие предметы. Программа «Будь здорова, Одесса» и в гостях у нас сегодня специалисты клиники «Виртус» — врачи-хирурги-отоларингологи. Давайте перейдём к вопросам, касающимся слуха. Когда человек заболевает урви или другим заболеванием, субъективно понижается слух. Можно ли каким-то образом объективно, с помощью объективной диагностики выяснить, насколько снизился уровень слуха и что в этом случае делать? Как я уже в начале программы акцентировал внимание на возможное осложнение после перенесённой вирусной инфекции, это действительно поражение слухового нерва проявляется именно шумом, писком, звоном в ухе. Особенно с одной стороны, но также бывает и двухстороннее поражение слухового нерва. Кроме того всего, при вирусных инфекциях чаще всего заложено чувство заложенности в ушах или ощущение, как будто бы человек находится под водой. И проще проверить свой слух — это закрыть одно ухо и другим попробовать что-либо услышать. Ну, хорошо. Есть ли какое-то оборудование, знаете, часто сталкиваешься с такой ситуацией, думаю, что практически у всех оно есть, когда приходишь к врачу и говоришь, доктор, у меня болит или я плохо себя чувствую, доктор смотрит и говорит, вы прекрасно себя чувствуете, у вас не болит, хотя субъективно это присутствует. Есть ли какое-то оборудование диагностическое, предположим, какое-то уточняющее, которое может быть так визуально не видно, что есть какие-то сложности в ушных проходах, но позволяющее определить, что да, есть проблемы? Обязательно. Обязательно нужно проводить исследование слуха. А это именно аудиометрия, тимпанометрия, импедансометрия. Это все методы исследования слуха, которые нужно обязательно проводить. Кроме этого всего, в некоторых сложных случаях лучше проводить также более уточняющие исследования. Это компьютерная томография прицельно на височную кость. И много находок, о которых никто не знал до этого. Действительно. Я бы хотел акцентировать на том, что у нас в клинике консультируют сурдолог. И более того, что у нас в клинике есть кабина, специально шумоизолированная кабина, которая позволяет сделать это исследование максимально точным и объективным. То есть при необходимости контроля состояния слуха или оценки уровня осложнений, это всегда можно сделать у нас в клинике. Одно из заболеваний, таких вот известных тоже на слуху, это айтит. Боль, зуд, распирание уха. С этим заболеванием можно бороться самостоятельно? Или надо обязательно все-таки проконсультироваться с врачом? Конечно же, лучше получить консультацию лор-специалиста для того, чтобы можно было исключить другие заболевания, которые тоже могут протекать так же, как вы перечислили симптомы. Это боль, чувство распирания, это может быть воспаление или верхний и нижнечелюстного сустава челюсти, или это может быть проблемный верхний зуб, который тоже будут отдавать в ухо, и при этом зуб не будет беспокоить, а будет чувство давления, распирания в ухе. Это тоже признак боли в ухе, а также простуженный лицевой нерв. В любом случае, нам нужно исключить проблему с ухом, и чтобы мы не догадывались, а знали, что мы точно лечим, прежде всего, постановка правильного диагноза залог успеха. Поэтому лучше прийти и убедиться самостоятельно. По поводу постановки правильного диагноза существует шутка «Два врача, три мнения». Расскажу историю своей знакомой, которая пошла к одному врачу, человек любит, видимо, ходить, ей поставили диагноз «Фаренгит». Пошла к другому врачу через некоторое время, приняв такой ряд медикаментов, не произошло улучшения. К другому врачу ей поставили диагноз «Ангина». Позволяет ли ваше оборудование исключить «два врача, три мнения»? То есть есть какие-то чёткие алгоритмы понимания, либо изображение на экране, которое позволяет это сделать, либо есть какие-то совершенно чёткие алгоритмы, которые вписываются в вся симптоматика. Ну, давайте определимся с тем, что всё то, что оборудование наше, оно высочайшего уровня, позволяет проводить сложнейшие методы исследования, но прежде всего диагноз ставят врачи. А это только инструмент в помощи врача. У нас также есть мощная лаборатория, которая позволяет проводить исследования и микроскопические, даже те же выделения из носа, которые, как мы называем, просто сопли. Это можно сделать назоцитограмму, то есть это берётся просто выделение из носа и смотрится на окрашенном стекле под микроскопом. И более детально можно понять, что это за выделение, или это бактериальной природы, или это аллергический ренит, без проведения более сложных аллергологических тестов. А инструменты, да, у нас позволяют много чего. Возвращаясь к теме потери слуха, возрастные изменения, вот в связи с возрастными изменениями потеря слуха происходит. Можно ли человеку помочь восстановить слух? Конечно. Восстановить слух в данном случае лучше всего его начать восстанавливать сразу, как только начали предъявлять жалобы. Это первоочередная помощь, это вовремя обратиться к врачу и вместе с этим разобраться. А в плане того, что есть проблемы со сниженным слухом уже более длительный период времени, конечно, мы можем восстановить слух, но прежде всего нужно, чтобы человек пришёл, и мы уже могли поставить правильный диагноз и начать помогать в зависимости от проблемы. Возможно, это перфорация барабанной перепонки, то есть дырка, отверстие, через которое будет или не будет отделяться содержимое, или это действительно поражение слухового нерва, которое было получено вследствие приёма ряда антибиотиков, которые влияли токсично на слуховой нерв, или перенесённая вирусная инфекция, или это был гиперкриз, который привёл к потере слуха, или гломусная опухоль, которая доброкачественная, которая никак не проявляется внешне, а только жалобой пациента, которую действительно нужно диагностировать. Поэтому приходите, не бойтесь, поможем разобраться. Вот то же самое касается профессиональной деятельности. Предположим, если моряки, наш город всё-таки морской, в механике, они постоянно имеют дело с шумом машин, соответственно, у них снижается слух. Либо какая-то другая область деятельности человеческой, где всё-таки человек находится длительное время в месте, где происходят высокие децибелы. Можно ли помочь в этом случае? Можно, но можно улучшить слух, но полностью восстановить. Если это было длительное воздействие таких шума и вибрации, то, скорее всего, нет. Почему? Потому что это было очень длительное воздействие. Но улучшить слух — да. У нас сейчас в арсенале клеточные технологии, новейшие разработки, по швейцарским стандартам работаем, поэтому лаборатория на максимуме, и слух восстанавливается. То есть самое главное — не упустить время. Конечно. Какова особенность диагностики при онкозаболеваниях либо при подозрениях на онкозаболеваниях? Тут нужно сказать, что, возвращаясь к самого начала разговора, как Вы заметили, большинство лорозаболеваний протекают идентично. То есть при фаренгите, ангине, рефлюкзов, эфагите, даже локализованных новообразований горла, как правило, оснажало боль в горле, либо изменение голоса. То же самое, что касается насморка, который может быть следствием как проблем анатомического характера, так и воспалительных заболеваний, таких же новообразований. Поэтому, что касается новообразования опухолей головы и шеи, в частности, уха, горла и носа. Так как, опять же, это очень глубокие и длинные туннели, то прежде всего нужно этот туннель осмотреть от начала и до самого конца. Опять же, при обычном осмотре зеркальцем, скажем так, в обычной поликлинике, видно только порядка полутора сантиметров полости носа. При эндоскопическом осмотре видны все 7-10 сантиметров полости носа. Что касается новых эндоскопических возможностей. То есть у нас в клинике сейчас появилась эндоскопическая установка производства фирмы Carl Storz, которая, во-первых, дает качество изображения, HD-качество, то есть максимально четкое, максимально хорошее, на очень большом экране. Второе преимущество этой стойки в том, что есть возможность осмотреть эти образования в узкоспектральном диапазоне. Потому что любая опухоль, как доброкачественная, так и злокачественная особенно, это клетки, которые начинают расти сами по себе. Соответственно, любая клетка, любая ткань должна получать питательные вещества. Соответственно, она должна коровосноваться лучше или по-другому, чем у окружающей ткани. Особенность этой стойки, эндоскопической стойки в том, что в специальных, так называемых, узкоспектральных режимах, или как по-английски это звучит, narrow band imaging, в этих условиях можно заметить изменение сосудистого рисунка, появление новых капилляров или появление неправильных ветвей капилляров, так называемое изменение архитектоники слизистого слоя, и по ним уже предполагать, выбирать подозрительные участки, которые можно брать для прицельной биопсии. В том числе. Что еще важно? Что опухоли, головы и шеи, особенно злокачественные, они, как правило, находятся в очень функционально важных зонах. То есть те же голосовые складки, то есть осиплость голоса в течение недели после простуды, это, в общем-то, нормально. Две недели после простуды эта осиплость уже должна проходить. Как правило, если это три недели после простуды, значит, нужно осмотреть голосовые складки и убедиться в том, что там нету никакого новообразования. Потому что наиболее плачевный, наиболее плохой сценарий развития событий это разрастание опухолей настолько, что проводится удаление гортани полностью. То есть мы, человек, осознательно лишаем голоса, но сохраняем ему жизнь. Но сохраняем жизнь, да, или продлеваем жизнь. Естественно, если это образование, оно небольшое, выявлено на ранней стадии, то есть возможность удалить кусочек голосовой складки, либо только участок слизистый, в котором есть эти изменения. То есть есть так называемый cancer in situ, когда злокачественные клетки появились, но еще не проросли слизистую. То есть в таком случае набирается, предположим, только слизистая. И голосовая складка остается, и у человека сохраняется голос. Естественно, немного более запущенные опухоли, немного более крупные, они подразумевают подсовую удаление голосовой складки целиком. Естественно, качество голоса после такой операции меняется. Но, во-первых, все-таки голос остается. Это раз. Второе, в частности, у нас в клинике сейчас есть возможность выполнять протезирование голосовых складок. Поэтому, скажем, качество голоса, здесь только уже вопрос времени. Главное здесь, как можно быстрее удалить такую опухоль. У нас есть фотографии. Давайте мы посмотрим их, и Вы прокомментируете. Возможно, они смогут как-то проиллюстрировать, какие возможности есть у Вашей стойки энтоскопическая. Ну, это, скажем, благоприятный пример изначально, потому что на первой фотографии было видно новообразование голосовой складки, находящееся по ее свободному краю. Оно предположительно доброкачественное. На этой картинке хорошо видно изменение сосудистого рисунка. Видно, что никаких новых петлей, капилляров возле этого образования не появилось. В чем еще, если можно так сказать, преимущество такого образования в том, что он находится на голосовой складке и сразу же дает о себе знание. Вот, в частности, это фотография гортани пациента в первый день после операции. Операцию на голосовой складках мы проводим преимущественно лазером, потому что они позволяют сразу же заварить, скоагулировать рневую поверхность, которая... То есть за счет этого нет кровотечения после операции, нет гематомы, соответственно, нет осложнений. И вот последняя фотография – это голосовая складка через месяц после операции. То есть никаких следов, ни рубцовых изменений, ни изменений, соответственно, качества голоса нет. Есть только улучшение голоса за счет того, что мы брали избыточный объем. Скажите, кому в первую очередь показана диагностика? Может быть, есть какая-то группа риска, которая, в общем-то, можно как-то ее обозначить, чтобы люди сумели сориентироваться, что им все-таки надо пройти диагностику? Я так понимаю, речь идет об злокачественных новообразованиях. Ну, по крайней мере, речь о диагностике, где возможно заболевание, онкозаболевание или все-таки доброкачественная опухоль. Как человек, вот он говорит, курит, живет себе спокойной, хорошей жизнью, ходит в кино, выпивает чудесные напитки какие-то, дружит с друзьями и гуляет с детьми? Ну, естественно, к такой группе риска относятся пациенты просто с вредными привычками, то есть тоже курение. Естественно, я тоже не знаю большое количество курильщиков, которые раз в полгода проводят осмотр врача, но, наверное, раз в год это было бы делать идеально. Естественно, если, опять же, более трех месяцев пациент ощущает дискомфорт при глотании, боли при глотании, выделение сукровицы со слюной и изменение, в том числе, качества голоса, имеет смысл не затягивать и дать возможность сохранить голос. Естественно, пациенты или группа пациентов, которые работают с вредными либо раздражающими веществами. Что касается изменения качества голоса, как правило, они возникают у лиц так называемых голоса речевых профессий, то есть певцов, преподавателей, врачей в том числе, то есть пациентам или группе людей, о которых очень много приходится говорить. У нас был в гостях Владимир Александрович Цыкаленко. Он говорил о возможностях лороотделения омоложения голоса. Что это за процедура и кому она показана? Тут, на самом деле, тема очень большая, потому что, в частности, что касается восстановления и омоложения голоса. Как раз в прошлом году в Гамбурге я был на мастер-классе по восстановлению голоса у пациентов с порезом гортани. То есть очень часто после операции на щитовидной железе либо то, что было значительно реже, как редкое осложнение после какого-то вирусного процесса, возникает неподвижность голосовой складки. К сожалению, в большинстве случаев, особенно после пересечения нерва, который отвечает за подвижность этой голосовой складки, что бывает после операции на щитовидной железе, гортань не двигается. Соответственно, голос есть, дышать можно, но качество голоса катастрофически теряется. Возможность, наше клеточной лаборатории, в том, что, вообще общепринятая мировая сейчас методика, в том, что проводится восполнение недостающего объема за счет введения препаратов. Эти препараты можно разделить на две большие группы, искусственные и, скажем, и собственные. Искусственные, это гиалуроновая кислота, гидроксиапатит кальция. Но, как у любого искусственного вещества, есть масса побочных эффектов, то есть отторжения, аллергические реакции и непрогнозируемое поведение. То, что позволяет сделать наша клеточная лаборатория, это использование собственных препаратов, в частности препаратов жира, которые мы можем обогатить стволовыми клетками. То есть это гарантирует улучшение приживляемости и отсутствие каких-либо послеоперационных осложнений, после введения такого липотрансплантата. У нас есть еще один сюжет, давайте его посмотрим. Ухо, горло и нос – это форпост организма. Они первыми оказываются на пути противников – болезнетворных бактерий, вирусов и аллергенов. Если эти органы здоровы, то у возбудителей меньше шансов проникнуть в организм. А если в ослабленном состоянии, то болезни не миновать. Лорорганы имеют между собой тесную связь, и поэтому заболевание одного органа может отдаваться болью или неприятными ощущениями в двух других. Воспалительные процессы в носу зачастую переходят на горло и наоборот. Поэтому даже при, казалось бы, безобидном насморке, если он носит затяжной характер, необходимо обратиться к соответствующему специалисту. Иначе болезнь может принять хронический характер и повлечь за собой постоянные недомогания, слабость и неработоспособность. Ни в коем случае не откладывайте визит к врачу, если вы страдаете постоянными головными болями. Болями в горле и ушах вам трудно дышать, и вы ощущаете ухудшение слуха и обоняния. Имеются выделения из носа и ушей, а также наблюдается увеличение подчелюстных лимфоузлов. Это могут быть симптомы серьезных заболеваний, игнорирование которых зачастую приводит к крайне нежелательным последствиям. Обращение за специализированной медицинской помощью необходимо еще и потому, что при заболевании одного органа, допустим, горло, лор-врач, как правило, назначая лечение для горла, также проводит и профилактическую терапию в отношении носа и ушей, чтобы предотвратить распространение на них воспалительного процесса. Кроме того, своевременное обращение к лор-врачу поможет вам избежать развития многих неприятных хронических заболеваний, таких как гайморит, ренит, атид, танзелит и многие другие. Итак, резюмируя нашу программу, давайте еще раз скажем, каковы возможности лор-отделения клиники Виртус? Благодаря, скажем, великолепной диагностической технике, то есть это постановка, скажем, наиболее сложных диагнозов, что касается объема помощи, которую мы выполняем, в частности хирургической, то вот благодаря, опять же, оснащенности операционной, то есть у нас есть микроскоп, у нас есть лазер, у нас есть каблатор, эндоскопическая стойка операционная, возможность консультации смертных специалистов, в частности специалистов по опухолям головы и шеи, челюстно-лицевых хирургов, суртологов, возможно, очень большой спектр операций, вот начиная, скажем, вот таких общепринятых, ну, заканчивая операцией вот на щитовидной железе, слюных железах, гортани и, скажем, сложных какие-то реконструктивных операциях. Спасибо большое, что были у нас в студии, нашли время приехать к нам, спасибо большое вам за беседу. Уважаемый телезритель, я напоминаю, что в гостях у нас были врачи, хирурги-отоларингологи клиники Виртуз Александр Игоревич Ямполь и Дмитрий Николаевич Пилипюк. Спасибо большое. Спасибо вам. Будь здоровой, Одесса. Продолжение следует... Спасибо.